Привет, друзья! Это мое новое видео. И я хочу вас пригласить в свой новый, интереснейший этап, который начинается буквально уже завтра, а именно завтра мы отправляемся в Италию, в мою новую команду, где мне предстоит играть сезон в интереснейшем чемпионате. И я с большим удовольствием начинаю эту историю уже сегодня для того, чтобы на протяжении всего этого времени делиться с вами своей жизнью, своими спортивными успехами, тренировками, играми, ну и все, как мы любим, всем самым интересным из мира большого спорта. Сегодня непростой день, день, когда нужно собирать чемоданы, потому что улетаем мы на очень долгий срок, это где-то 8-9 месяцев. Так как в мире продолжается история с коронавирусом, летать домой, я думаю, у нас не получится. Сейчас действует правило, что по прибытию в Италию нужно сидеть 10 дней на карантине, что ограничивает нас в поездках домой, потому что если мы улетим домой даже на какие-то праздники, то по возвращению 10 дней, ну это очень много сидеть заперти. Поэтому собираться нужно основательно, с учетом того, что домой мы вернемся уже не скоро, продумывать все детали. Но для нас, спортсменов, это привычно, поэтому начнем эту важную процедуру. Вещи потихонечку складываются. Одно радует. Спортивного я беру с собой по минимуму, потому что в каждой команде выдают новые комплекты формы с именными логотипами. Поэтому в большинстве случаев это ходовые вещи. Беру с собой книги. Кстати, кому интересно, вот показываю. Запоминайте, кто хочет вместе со мной почитать. Бернер Вербер про него говорила. Вот дочитываю оставшиеся две части. Ох, эта книга мне надолго. Ну и славно. Что касается обуви. Обувь это важная часть любого спортсмена. У меня есть спонсор. С Найком мы сотрудничаем уже долгие годы. Они всегда дарят мне модные, удобные, новейшие кроссовки. Кстати, кто смотрел Олимпиаду, очень многие играли именно вот в этой модели. Мужские и женские команды. Говорят, очень удобные. Их еще, кстати, не пробовала. Вот попробую. Еще одна новая волейбольная модель, которую Найк выпустил. Вот они в черном и белом цвете у меня представлены. Померила. По мне так супер. Уже с нетерпением хочется тренироваться, опробовать их на деле. Для тех, кто интересуется, кстати, вопрос очень частый. Где я беру кроссовки, где же можно заказать такие, как у вас, Таня? Ссылку прикреплю к этому видео. Поэтому будет у вас возможность играть в таких же. У меня у мужа талант. Он всегда идеально складывает сумку. В эту сумку помещаются все вещи. Идеально, посмотрите. Какой-то фэн-шуй. Да никакого фэн-шура. А что это? Просто если будет Таня складывать, то, я не знаю, надо транспортную компанию заказывать. Но для этого у меня есть Федор. И теперь 15 чемоданов еще надо будет. Помните, какая была стопка? И все поместилось в одно отделение. Федя, спасибо тебе. Да у тебя ты, наверное, спрятала там. У тебя на сколько это? 120 литров? А мой чемодан уже на 80, даже меньше. Так что уже у меня меньше вещей. Хоть как. У тебя кроссовок больше в два раза. У нас доброе утро. Неожиданно, да, мамуль? И Федя на прощадь не делает вкусную яичницу из маминских помидор и огурчиков. Мамуль, покажи, что ты вырастила у себя. Огофея. Федя, шеф-повар. Ты будешь? Я нет. Хорошо. Все тебе. Кузя мой. Чем мой Кузя мокрый, скажи. Я только что гулял, на улице дождь. Идет? На улице дождь. Нагреватель полов, воды нам не нужен, правильно? Конечно, да. Не нужен. А если зимой приедете? Конечно, нет. Он не мешает, не будет ничего. Это процесс, когда выезжаешь на 9 месяцев. Духовышка, ты будешь? Нужно все учитывать. Вы не будете? В смысле? Что я буду? Ну, потом приедете вдруг. Холодильник выключите вообще, может быть? Конечно. Ух, последнее приготовление перед отъездом. Кузя. Кузь, ты мой кладомашек. Папа, давай я туда поехал. Поехали, поехали. Аня. Все, папа, перезагрузил. Поехали. Погнали. Удачи вам. Загружаемся. Вперед, вперед. Поехали, выходи. Пока, домик. Выходи, не бойся. Пойдем. Левчик, привет. Сергей Федорович. Здорово. Здрасте. Приехали. На манеже все те же нас провожают. Да. Неизменная группа подмоги. Лев. И Федин племянник. Лев. Вот так, да. Приехал. Уже какой взрослый. Кузька. Счастливого пути. Так все будет хорошо. И самое главное, пишите. Хорошо. Мы тебе никогда не пишем, да? Да, вы не пишите. Не свистите. Кузька. Давай, пойдем. Давай, что-нибудь. Все. Муа. Пока-пока. Пока-пока. Погнали мы. Счастливого пути. Встречного ветра и мягкой посадки. Группа поддержки. Улыбаемся и машем. Пока, любимые. Пока. Все. Все. Счастливого пути. Мы зарегистрировались уже с посадочными, так как мы летим не прямым рейсом, мы летим до Стамбула сначала, а потом уже до Болонии. Из-за того, что сейчас не все так просто с авиаперелетами, потому что коронавирус продолжается и прямых рейсов каждый день нет, а лететь нам уже надо скорее в Италию, поэтому мы летим с пересадками, но все равно летим. Федор, как твои ощущения, настроения? Прекрасно, сейчас полетим на прекрасной авиакомпании турецкой авиалины. Да, мы, кстати, любим, летим Turkish Airlines, нам очень нравится, да? И классно, потому что мы летим через Стамбул, а пересадка у нас именно там, и побудем в своем, пусть в аэропорту, но в своем любимом городе. Дай мой, пожалуйста, тоже. Толпой. Спасибо. Самый лучший рюкзак, это в бразильском клубе Сеск, не могу с ним расстаться. Ну, правда, самый вместительный клуб мой, один из любимейших, поэтому все совпало. Федь, очередь, мы не последней, все хорошо. Ну что, друзья, мы уже в самолете, Федь сидит на разных местах, кедунь. Федь. Первому полету готов? Готово. Все. А вот так выглядит удача, смотрите. Таран-таран-таран. Сижу одна на трех местах, а это значит, кто понимает, спортсмены с высоким ростом точно знают, что это большая удача. Так что с хорошим настроением начинаем наш первый перелет, увидимся уже в Стамбуле. Субтитры сделал DimaTorzok Наш любимый аэропорт. Мы даже не верим, что мы прилетели в Стамбул и должны ехать куда-то еще. Все здесь знаем. Такое чувство странное, как будто прилетели к себе домой. Всем нашим друзьям из Стамбула, из Турции, всем нашим болельщикам большой привет от нас. Мы вас очень любим и Турция и Стамбул навсегда в наших сердцах. Субтитры сделал DimaTorzok Только что у нас с Федором был настоящий марш-бросок. Потому что аэропорт в Турции огромный. Кстати, напоминаю, кто не знает, так он и называется, из Стамбул. Место, куда мы прибыли, до места нового, где у нас сейчас будет проходить посадка. Она вот здесь. Мы практически бежали 20 минут подряд, потому что боялись не успеть. По идее, посадка уже началась. Люди потихонечку двигаются. А мы с Федей остановились в нескольких метрах просто выдохнуть и передохнуть. Из-за того, что Москве и задержали, пришлось бежать сейчас. Теперь в Италии ты просто Федерико точно, Федя, у тебя нет шансов быть Федором. Федерико кузин. А ты кто? А я кто? Татьяна. А, это международное имя. I love you, Tatiana. А твое все Федор, Федор, помидор. Теперь ты будешь Федерико. Официально. Наш самолетик. Конечно, потом мы последний. Да, кстати, мы последний. Еще очень хочется сказать такую важную вещь, что очень символично, что мы вылетаем в наш новый клуб. Именно из Стамбула, потому что играли мы с Федей, работали в Галатасарае, в Стамбуле. Еще раз хочу сказать, что очень любим это место, очень любим это страну, этот город. Он поистине особенный для нас. Здесь по-настоящему наш второй дом. Галатасарай, джимбом-бом. Джимбом-бом, Галатасарай. Пикюч, джимбом-бом. Пикюч, джимбом-бом. Нужно заполнять документы для въезда в Италию. Я думаю, это стандартная процедура для многих стран сейчас. Ура! Мы полетели! Только что приземлились. За окном солнце, свет. Плюс 30. Ну, лет еще, мне кажется, во всем мире закончилось. Поэтому удивить сейчас погодой вас не могу. Но, так как мы находимся на юге Италии, это приободреет еще больше, потому что погода будет сохраняться комфортно и тепло еще очень долго. Бонжорно, Федор! Что-то жарко здесь. Пират? Конечно, сейчас на карантине поет, понял. 10 дней. 10 дней. Ой. На карантине, да, ощутим? Надеюсь, кондиционер у нас дома будет. И вентилятор. Да-да-да, здесь есть. О, классно будет. Тут есть куча бумажек, анкет, которые надо было заполнить. Мы, наконец-то, в Болонии. Из этого небольшого аэропорта мы вылетали после Лиги Наций, когда играли наш большой турнир в Риме. В Риме нет аэропорта, и мы ехали до Болонии и вылетали именно отсюда. Так что здесь я уже была. Федор получает багаж. Все, все сумки в сборе. Вот наши три больших, одна маленькая. Можем смело выходить. Пойдем. Как будто ты меня встречаешь. Красота. Тань, на. Все, друзья, мы на месте. Мы в нашей новой квартире. Федя пошел ставим цветочки. Нас очень по-доброму и мило встретили. Встретила наша команда. За что им большое спасибо. Буду все показывать вам постепенно. Потому что сейчас нам предстоит разобрать вот эти замечательные чемоданы. Давайте выйду на балкон, там получше свет. Да, вот так лучше меня видно. Ну что, день приезда наконец-то состоялся. Завтра утром мы едем сдавать кровь на антитела. И если они будут присутствовать в нашем организме, то нам отменят десятидневный карантин. Так что скрещиваем пальцы. Я почему-то сомневаюсь. На этом я наше видео завершаю. Нас с приездом в Италию. Начинается новый интереснейший этап нашей жизни. Вам спасибо, что были с нами. Что поддерживаете, что смотрите. Буду продолжать снимать. И рассказывать вам о нашей жизни здесь. Большой вам привет от нас с Федором. Федь! Да-да! Федора цветы. Большой вам привет. Я вазу не могу найти. Все, Федор пошел решать проблему с вазой. А я вам желаю классного дня. Или классного вечера, или классной ночи. Смотря где вы смотрите это видео. И передаю большущий привет из Италии. Пока-пока. Увидимся где-то еще. Субтитры сделал DimaTorzok